Химки и Уникс поспорят за Европу и Химки и Уникс поспорят за Европу в полуфинале Плей-офф Единой Лиги ВТБ Коммерсант от 10 мая 2019 года, 18-12 Химки обыграли Астану в третьем матче первого раунда Плей-офф Единой Лиги ВТБ и теперь поспорят за место в финале с Униксом, который также со счетом 3-0 был сильнее Калева В противостоянии подмосковной и казанской команд на кону, помимо путевки в финал, с вероятностью, близкой к стопроцентной Если только не случится сенсации и ЦСКА не пройдет мимо финала, будет стоять еще и право сыграть в Евроливии в следующем сезоне В пятницу определился третий полуфиналист Плей-офф Единой Лиги ВТБ Им, вслед за Униксом, казанцы были сильнее Калева, и ЦСКА, армейцы обыграли Нижний Новгород, стали Химки, в трех матчах справившиеся с открытием нынешнего сезона, Астаной По его ходу казахстанская команда показала лучший результат в своей истории, одержав 15 побед и завершив регулярку на шестом месте Она могла войти и в пятерку, но пропустила вперед Зенит, у которого было преимущество по дополнительным показателям Неудивительно, что лучшим тренером сезона был признан именно наставник Астана Эмиль Райкович Так что если сопоставлять уровень соперников, с которыми выпало играть в стартовом раунде первой тройки регулярного первенства То стоит признать, что именно Химкам достался самый сложный соперник От команды, которая по ходу сезона огорчала и Уникс, и Зенит, и Локомотив Кубань, неразумно ждать подарков К тому же Астана явно, что называется, вошла во вкус и очень хотела сделать еще один шаг вперед Это нежелание Астаны останавливаться на достигнутом чувствовалось на протяжении всей серии И тут даже счет первых двух матчей, выигранных Химками с большим преимуществом, не должен вводить в заблуждение Для подмосковных баскетболистов это были не такие уж простые игры Другое дело, что в противостоянии с командой уровня Евролиги одного желания и характера мало Особенно когда в дело вступают игроки класса Алексея Шведа Который, кстати, именно в противостоянии с Астаной пересек отметку в 4000 очков, набранных в матчах за Химки И 2500 очков, собранных во встречах Единой Лиги ВТБ Это рекорды клуба и Лиги соответственно Тут нужно уже что-то большее Да хотя бы тот же класс, который у Химок значительно выше Кстати, очень ярко это появилось именно в третьей, проходившей в Нур-Султане, игре серии Она для Астаны начиналась хорошо Хозяева вели с отрывом в 10, а затем и в 14 очков Но у Химок нашлись ответы на такой рывок Сначала Джордану Микки, выдав на коротком отрезке результативность плюс 9, превратил отрыв Астаны в условный Микки, набравший за игру 25 очков, вообще провел прекрасный матч Отметившись почти безупречной точностью, 11 попаданий с 12 бросков А в нужный момент выстрелил и Швед, которому долго не удавалось наладить прицел Это, впрочем, вполне можно объяснить тем, что защита Астаны играла против сильнейшего баскетболиста России очень жестко Именно после того, как Швед в финальной четверти набрал 11 очков подряд Из 20 настреленных за весь матч, судьба противостояния была фактически решена Астана, правда, пыталась затащить матч в концовку и даже приближалась к сопернику на расстояние в 4 очка Но все же, после дальнего попадания Сергея Мони, была вынуждена смириться с поражением 81.88 Химки, таким образом, вышли в полуфинал, где встретятся с Униксом Отметим, что в этом противостоянии, обещающем стать украшением всего Плей-офф, на кону будет не только путевка в финал, но и возможность выступить в Евроливии в следующем сезоне Разумеется, если не случится чудо и ЦСКА вдруг не уступят в своем полуфинале «Зениту» или «Локомотиву» В противостоянии петербуржцев и краснодарцев показ со счетом 2 к 1 введут первые Как армейцы обеспечили себе путевку в финал четырех Евролиги? Прежде всего, я рад, что мы вышли в полуфинал Знали, что даже несмотря на две победы в Химках, легко в Казахстане не будет, так как для Астаны этот матч мог стать последним звонком Минус заявил после матча главный тренер Хима Кремас Куртина и Тис У них достаточно хороших игроков Также я хотел бы отметить тренера, который держит команду в дисциплине Сегодня в первой половине успех был на стороне соперника, потому что они забили 8 из 12 трехочковых Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это наша защита, особенно в самые нужные моменты Это было и здесь, и в Химках Конечно, у нас есть большой потенциал в нападении, где мы должны солиднее контролировать ситуацию, потому что было много неудачных бросков Возможно, некоторые игроки не до конца собрались на этот матч и подумали, что будет легко В целом, мы сыграли неплохо и вышли в следующий этап, где начинаются самые ответственные матчи Арнольд Кабанов Продолжение следует... Продолжение следует...